Игнать веса на чемпионате мира 72 200 Второй подход осуществляет мексиканка Канту Первая попытка удачная была, сейчас она добавила с 92 до 98 Очень серьезная прибавка Пошла такая череда неудачных попыток Такое бывает на самом деле в тяжелоатлетике Вирус, да, поселяется Да никак не удается поднять мимо-мимо Потом кто-то один преодолеет Ну и тут же американка выходит И справится Вес такой же, 98 Чуть-чуть, да? Наклонила вправо Не без труда, не без труда справилась она с этим весом И у нас наконец появился лидер соревнований Потому что некоторое время назад закончились соревнования в группе B Еще ранее в группе C И вот до этой попытки лучший результат был в шведке 97 Акервун 97 килограммов Теперь уже мы точно перемещаемся сюда И медали будут разыгрываться именно вот в этой группе A Хотя бывает Не все здесь удержатся, может такое быть Да, такое тоже У нас отвалилась одна участница из Швеции Ну, кстати говоря, шведка Акерлунд может и в итоговом протоколе попадет в эту девятку сильнейшую В этой дисциплине во всем Да, ну, на самом деле На этом чемпионате мира Уже три спортсмена из группы B Попали на подиум Что, в принципе, явление достаточно редкое Хотя оно случается Причем не только на подиум попадали спортсмены из группы B Но были случаи, когда и выигрывали соревнования Например, вот россиянин Владимир Смарчков стал чемпионом мира Подняв в группе B больше всех Это примерно было, наверное, в начале 2000-х годов И из зрительного зала смотрел, как остальные спортсмены пытались превзойти его сумму, но не смогли В правилах такое допустимо Спортсмен в итоге стал чемпионом Марта Роджерс Бронзовый призер чемпионата мира В Анахайме В США в прошлом году Она во всех трех В двух видах и в сумме Была на подиуме и третий Вторая американка 95-го года рождения Поопытней и посильнее Достаточно четкое исполнение Да, немножко дрогнули локти Все-таки здесь надо дождаться судей Да, но здесь они единогласно засчитывают В тяжелоатлетике самая часто встречаемая причина незасчитывания веса Это так называемый дожим Когда во время выполнения упражнения локти сначала сгибаются, а потом разгибаются То есть такое недопустимо Если 10 лет назад достаточно лояльно к этому относились Бывало, что не засчитывали, но чаще считали То последнее время очень строго И малейшее колебание сразу же красный сигнал судьи А когда-то была еще и дисциплина жим Да, до 72-го года это было отдельным элементом Ну, кстати, по поводу этого дожима Очень много споров Ходит очень много титулованных спортсменов Причем, которые сейчас даже и являются функционерами Возглавляют национальной федерацией Они открыто высказываются, что неправильно это правило Хотя почему-то вот никак не доберутся до судейского корпуса Они не дойдут Ну, здесь, я думаю Так, вторая американка тоже справляется Есть свои причины определенные Почему? Очень много судей в тяжелоатлетике В последние годы И все-таки должны они где-то практиковаться, следить Если уж совсем вот простые правила, то, наверное Бывает в этом виде спорта, что судьи не из мира штанги А просто вот увлеклись, любители стали заниматься Очень много Очень много А как это вообще допустимо? Не знаю, но Могу точно сказать, что 4 года назад на сайте Международной Федерации Была анкета, где любой желающий мог ее скачать, заполнить Ответить на вопросы судейские Заплатить порядка 200 долларов И отправить эти данные Международной Федерации Получить судейскую категорию Такой возможностью пользовались тысячи людей Соответственно Федерация таким образом тоже получала какой-то свой интерес определенный Попутно увеличивая вот этот штат судейский А вот что происходит дальше Ну здесь вот нужно разбираться Нет, конечно Последние года два Уровень судейства все-таки чуть-чуть подтянулся Хотя встречается вот допустим сейчас на помосте Один из судей представляет Бангладеш Насколько я понимаю Ну такая Где страна, да, в штанге Да, то есть в общем спортсмены редко когда появляются Они есть, конечно, да, в группе С выступают Но тем не менее вот судья присутствует И хорошо, если он не допустит каких-то грубых ошибок Хотя в этом случае есть жюри Несколько человек, которые судей контролируют и могут поправить Ну пока мы рассуждали уже Колумбийка Санчо с весом стартом в 103 справилась И убегают секундочки Ну как она Почти как легкоатлет Попала в выстрел, да Оставалось две секунды до того, чтобы выполнить упражнение И справляется во второй попытке Роджерс фиксирует 103, да? Да, очень легко Причем она это сделала Значительно легче, чем в первом подходе Ну вот то волнение, о котором Алексей говорил Вот первого подхода Оно, видите, как влияет на людей 105 Роджерс Вот эти попытки И в общем-то, я думаю, с этого веса у нас начинается борьба за медали в этом упражнении Да, единственное, пока еще остается незыблем 110 у Жанка в Англии А так Три девушки выходят впервые На первую свою попытку И они начинают с этого веса Вот это основные претенденты Сара Ахмет на помосте Очень легко Довольно своим выступлением Судя по всему, да, она очень верующая девушка Потому что покрыты волосы и костюм такой фактически все закрывает Есть же определенные какие-то нормативы в штанге, да? Да Да, 10 лет назад представить, что спортсменка, вот таким образом экипированная, выйдет на помост Было нельзя Должны были быть открыты локти Обязательно расстояние между наколенниками и костюмом, который одет на спортсменов Тем временем Надежда Лихачева Да, бывшая россиянка, ныне представляющая Казахстан Очень легко справляется с первым подходом Пока вот из всего, что видел, ну, чутьче всех не показалось, что она сделала Лихачева очень сильная спортсменка До 2016 года выступала за Россию Чемпионка Европы среди молодежи Призер чемпионата Европы среди взрослых В общем-то в одной команде с Анастасией Романовой Да, которая также выходит Держать Ну, достаточно легко, мне показалось С огромным запасом У Анастасии Романовой рывок, это ее коронка Толкает она Тоже неплохо, но В рывке она всегда убедительно выглядит Поднимала много и 115 ей покорялись И даже больше веса, насколько я знаю, внутри России она поднимала Кстати говоря, можно уже и вспомнить про мировые рекорды Они же являются сейчас стандартами, которые были установлены после смены весовых категорий В рывке Этот стандарт, превышение которого будет мировым рекордом, равняется 117 килограмм Ну, то есть не так далеко В принципе, могут сегодня девушки дойти Ну, это прибавлять сколько надо Тут Анастасия килограмм пока прибавила Хотя может и поменяться Я думаю, плюс 5, что Романова, что Лихачева То есть на 110 пойдут во втором подходе Итак, Марта Роджерс Третий подход, 105 Хорошо выполняет Личный рекорд Не поднимала настолько на международных соревнованиях Этим вызвана и та радость и улыбка Уверенно Каждый следующий подход легче предыдущего Пирос Димас Один из тренеров сборной США Трехкратный олимпийский чемпион Да Радуется На килограмм тяжелее 106 у Санчеса Неправильное движение, да? Да, здесь именно техническая ошибка Не по той траектории пошла штанга И удержать ее уже нереально Ну, есть еще один подход у нее Сара Ахмед Из Египта, кстати говоря Может попробовать установить сегодня рекорд мира среди юниоров Она 98-го года рождения То есть как раз Еще это юниорский возраст до конца года А рекорд мира В этой категории юниорский Равен 109 килограммов Вот любопытно, что китаянка Она заявила 110 Уже пойдет на превышение Китаянка в Англии Которая сначала всех-то пугала Стартом весом 110 Сейчас корректировку внесли Со 108 она будет стартовать Поэтому она вот рядышком Уже фактически в створе Ждет, когда последний подход сделает Санчес Такой тактический ход С ее стороны Ну встань Вроде бы все получилось, да? Да, да, да Но здесь опыта Опыта не хватает Итак, 103 килограмма Мексиканка Закончил первое движение Это не, из Колумбии Не мексиканка, а из Колумбии Спортсменка Рекорд не удалось ей побить А, не, рекорд у нас Кто на рекорд идет у нас Сар Ахмед у нас Ахмед, да Ахмед Уже во второй попытке 110 Итак, смотрим Один из фаворитов Этой категории Поругалась Ну, непонятно По этой попытке Есть запас или нет Такая специфическая Немного техника Бывает иногда Видно сразу, что легко Или тяжело Сравнивая подход Анастасии Да Где ощущение, что она спокойно Еще может 10 килограммов Прибавить Ну, это мое мнение Хотя Каждый килограмм Он ощущается, естественно Китаянка На национальном чемпионате На национальных играх Была четвертой 113 килограммов Показала в рывке Мы можем так Примерно прикинуть Что это очень приличный результат Но, тем не менее Четвертое место И выступала она В категории До 69 килограммов Весила 67 Ух ты Да То есть К этим соревнованиям Немного набрала Что можно ожидать От нее Какой-то прибавки В том числе и в результате Это сказывается сразу Вообще Когда веса добираешь Что Сил прибавляется Если За счет мышечной массы То, безусловно Хотя Иногда Случается так Что мешает этот вес Вот в первом упражнении Помимо силы Еще важна скорость Вес набрал Скорость немножко теряется Такое тоже может быть Так Смотрим 110 И рекорд мира Среди юниоров По всей видимости У нас Очень близко Но вот С этого ракурса Не видно Скорее всего Центр тяжести Был смещен Назад Вроде бы Казалось Штанга там А на самом деле Спортсменка падала Падала Тихонечко Не получилось Есть еще одна попытка Так и есть Отсюда видно Бехачева Надежда Поддерживают ее Уверена Борьба среди трех Участниц Я понимаю Россия Казахстан Китай Разворачивается Ну и Сара Ахмет Возможно Тоже Подключится Для этого Конечно Не надо Поднимать 110 Всем надо Поднимать Сейчас Веса Пока Четыре Спортсменки У нас Остаются В борьбе Кто-то Один Окажется Вне Подиума Романова Осечек Нельзя допускать Сейчас Держать 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 Слава Богу Судьи Должны Засчитать Но Это было Очень тяжело Допустило Неточность Анастасия Романова Во время Подъема Пришлось Силой Конечно Все это Исправлять Удивительно Да Как она Вообще Справилась С этим Ну я Говорил Это ее Все-таки Коронное Упражнение Дмитрий Берестов На трибунах И спортсменки Которые Уже Вы Выступали Ранее К сожалению Пока Пока Без медалей Ближе всех Тима Туриева Подобралась Пока К подиуму И то это Всего лишь Девятое Другое место 111 килограммов Рекорд Рекорд мира Среди юниоров Большая группа Поддержки У Египта Молодец Вот молодец Поздравляем Египет Поздравляем Сару Ахмед С новым Мировым рекордом Среди юниоров Среди спортсменок Не старше 20 лет Да Она лидером Стала Пока Временным Да 111 Да Ну не даром Бронзовый призер Олимпийских игр Я думаю Основная надежда Египта На Токио 112 Оли Хачёвой Надежды Заявлено Заявлено В заключительном Подходе Я думаю Да Думал, что будут Перезаявлять Если честно Ну опаздывает Здесь графика Которая у нас На компьютере Не-не-не Здесь уже точно Я просто По предыдущим дням Обращал внимание Что записки Подают Они успевают Поменять Даже Проблемы уже Возникали А это попытка Застолбить Медаль И Лихачёва Справляется За тем весом Поздравляем Ее С медалью Ну да Чемпионата мира Какой медалью Не знаем Сейчас зависит От двух участниц Анастасия Романова И китаянка Жанг В Англии Ну Видно было Что могла Немного больше Лихачёва Поднять Надежно сыграла Здесь действительно Видно Что Казахстан На этом Чемпионате мира Выбирает Такую Стратегию Что гарантированно Получить медаль Пусть в отдельном Упражнении То есть не рискует Здесь это лично Спортсмен Принимает решение Или все-таки Тренеры влияют Вот там В разминочной зоне Ну у Казахстана Больше конечно Тренер Влияет Да И так Один из ключевых Подходов 113 килограммов 96-го года рождения Спортсменка Ох Легко Ох Может прибавить Чувствуется Романова Романова На четвертую строчку Этим подходом Жан Сдвинула И Анастасии Теперь Обязательно Обязательно Нужно поднимать Вес И может быть Первая медаль Первая медаль И посмотрим Как китайская Спортсменка Выступит Ей-то нужно Еще попытку Свою сделать Мы видели Что запас У барышни Такой основательный Но попытка Из попытка Тренерский штаб Посередине Казбек Залоев Вот нет Среди Тренеров Личного тренера Владимир Шаинов Тренирует Анастасию Романову Личный тренер Так Вот это Всегда Очень Неприятная Ситуация Когда Насстроился Да Да Ну бывает Бывает Что-то Не то Устанавливают Можем лишний раз Насладиться А чем Заминка Это может быть Вызвана Что вес Не установили Заявленный В чем Загрузка На самом деле На всех Крупных форумах Встречаются Какие-то Сбои Определенные Вот Иногда Их удается Решить В первые Несколько Дней Соревнований В Ашхабаде Чуть Больше Времени Вроде Вроде Уже Женщины Меня Усмущает Что Графика Не меняется У нас Да нет Это Задержка Задержка Идет Все нормально Здесь была И путаница С заявками И четвертой Попытки Давали Спортсменкам И даже Выходила Наша Девочка Не тот Вес Подняла Потому что Поменяли Она не справилась Вес Кстати говоря Есть информация Что в итоге Да С травмой С этой Насколько Тяжело Смотрите Всем передает Привет В целом Все нормально Удивительно При Падении Когда Локоть Немножко Повредило Она вставила Обратно В момент Падения В общем-то Сделали снимок Все на месте Разрыва Связок Нет Поэтому Пожелаем Ей восстановиться Поскорее Это серьезно Конечно Травма И так Незасчитана Романова Незасчитана Попытка Ну как так Друзья мои Вот это Прям Таким образом Мы поторопились Поздравить С медалью Мы поторопились Жюри Отменило Решение Судей Хотя Знаете Вот сколько Времени Наблюдаю С 2012 Года Все Чемпионаты Мира Чемпионаты Европы Все категории Смотрю Вижу Да Много Каких-то Есть Ошибок Которые Либо В ту или иную Сторону Судят Но здесь У Романовой Ну вот К чему Могли Претензии Дожима Не было Здесь Сто процентов Возможно По фиксации К сожалению Нет Несколько лет Назад Убрали Вот эту апелляцию Устроились Мы Да ужасно В Москве Но с медалью Молодая рекордсменка Среди юниоров У нее третий результат В рывке Потихонечку Настраивается Готовится Да Да Ну что ж Остается Просто принять Как должное Эти результаты Поздравить Китаянку Золотой медалью 5 килограммов У нее преимущество Перед Романовой Толкает Жан Ван Ли Хорошо Тоже Больше всех Заявила 140 Ну Я думаю Тоже Такой же Тактический Это Ход У нее Ну а От третьего места Всего один килограмм Романова отделяет То есть это В перспективе борьбы За сумму За сумму Ну и в отдельных упражнениях Я думаю Тоже Можно побороться Да Расстроена Эмоционально Сейчас нужно Что называется В себя прийти А человека Крутит Судя по всему Еще не отпускает Эта ситуация Не нравится Что она Чувствует Что камера В общем-то Смотрит на нее И зрители Ну знаете Вот можно было К предыдущей попытке Ко второй попытке Романовой Больше придраться Там действительно Лока чуть сыграл Чем к последнему Когда она вытаскивала Да Ну что ж Факт остается В перерыве Постараемся Узнать Что происходит Связаться С Ашхабадом Есть там Наши люди Которые И судят В том числе Просто может быть Нам Что-то Не было Заметно С Ашхабадом Ну что ж То о чем мы с Алексеем Уже сказали К сожалению Четвертое место Но возможность 110 килограммов Возможность Побороться В сумме И конечно Попытаться Уже в толчке Подняться на подиум Безусловно Готова девушка наша Мы видели Что хорошая техника Есть запас Ну вот Четкость исполнения Здесь подвела Всего одной ставки достаточно Чтобы игра В первом движении В рывке И Канту Дженнифер Из Мексики Да В рывке Не самым лучшим образом Сложилось Ее выступление Всего лишь 92 Первый подход Дальше Две попытки На 98 13 Результат В рывке Здесь вот по идее Нужно с людьми придираться Вот то что повело штангу Нет локти Небезупречно Включаются Да вот видите Два к одному Не засчитали Давайте посмотрим Просто замедленный повтор Чтобы разобраться Что к чему На грудь Никаких претензий нет Вот во втором движении Ну если честно Очень незаметно Нет Даже мне совсем незаметно Я видел Что локти Недостаточно прямые И понимал Что судьи могут Могут к этому придраться Они и придрались Но что-то странное происходит Кстати говоря Владимир Как раз вы И спросили тогда По поводу судей И отметил я Что Не всегда Соответствующего уровня Они Бангладеш Индия Помосте Итоги Приходится Спортсменам Пожинать Ну так как Апелляцию Подавать нельзя Две минуты отдыха Снова Помост Почему отменили Такой элемент Как апелляция Какие-то прецеденты Динамику Чтобы создать динамику Апелляция Она подразумевает Остановку соревнований А это Не самым лучшим образом Согласен Да Есть Так Кстати Мексиканка На разминке Чуть-чуть Мы застали Разминку Не справилась С последним весом Но вынуждена Вот Выходить На 124 Тоже есть Определенная Такая Тонкость В правилах Для того Чтобы попасть В группу А Ты должен Изначально Ты тренерский штаб Заявить определенную Сумму Которую ты планируешь Поднять И от этой суммы Ты имеешь Ты имеешь право Отступать На 6 килограммов На 6 килограммов Меньше 118 А так Не получилось И приходится Идти Вот такой Вабанк Это очень частая Картина Именно в группе Сильнейших Казалось бы Ну начни ты меньше На что ты Претендуешь Вот этим подходом Занять Там Десятое место Начни уверенно И дальше Прибавляю С подхода Подход Но вот Если знать Эту тонкость То становится Понятно Что все Не так просто Да Это не просто Какие-то амбиции Не просто Хороший расклад Спасибо Что Алексей Сделал Это из новых Правил Опять-таки Не так давно Они в тяжелую атлетику Пришли Вообще Вид спорта Консервативный В плане Правил В плане того Что категории Меня не обсуждаем Да Понятная ситуация А вот В плане Изменения правил На самом деле С 72 По По 2017 Годам Правила Были практически Неизменными Единственное судейство В последние годы Стало немножко строже Но здесь Многие кстати Это Относят на то Что Президент Международной федерации Тяжелоатлетики Тамаш Аян Он по своей специализации Не тяжелоатлет Он гимнаст Да И Он Когда-то давно Был Генеральным секретарем То есть он Давно Стал После этого Стал президентом И многие говорят Что это такое Веяние Из гимнастики Да Что это Правил Ну Здесь только судей Руки Да Реакция девочки Говорит Главное Чтобы не мешалось Жюри У нас стоит Незасчитанное Нет Вижу Пока Засчитанное Засчитанное Если жюри Не мешается То все будет Хорошо Ну Руки не до конца Были разогнуты Если об этом Говорит Вот особенно По правой руке Видно Да Скорее всего Травма была Локти Очень похоже Возвращаясь К правилам Да Вот Очень Очень Были Консервативны Ничего Не менялось Нет Обманул я вас У нас После 2012 Если не ошибаюсь Года Шаг Изменили Раньше Было 2,5 Килограмма Минимальный Шаг А сейчас 1 Килограмм Между подходами Что конечно Ну Интереснее стало наблюдать Больше стало Удачных попыток Ну и борьба конечно Что не попытка Да То Претендент На медаль Допустим Хорошее исполнение Стрениус 125 Толкает В экипировке кстати Тоже более лояльно Стали относиться Я думаю В борьбе Да Слышал я тоже Как-то Ну В олимпийской борьбе Спортивной Которая у нас называется Это вольная Греко-римская Сейчас вообще Такая Гамма Допускается Там Есть небольшие Критерии Что вот Красные цвета Должны на бедрах Присутствовать И на плечах Полоски Да Полоски А все остальное Это уже Воля дизайнера Ну и там Дизайнеры Отрываются По полной Программе На женщинах Это смотрится Прекрасно А вот Мужчинам Я не могу Привыкнуть Таким цветам Мне вот Классика Синий и красный Цвет Ну как-то Импонирует Больше Тем временем Видим мы Анастасию Романову 125 на штанге Как я говорил В первом упражнении Анастасия Поубедительней Выглядит Держи В зачет Поднимает она Эту попытку Потому что Очень важно И итоговое Командное место По которому Будет Уже у нас В стране Оцениваться Насколько Выступила Хорошо команда Какое место Заняла По итогам Мужская Женская А для этого Очень важно Не допускать Нулевых оценок И Ну находиться Максимально высоко В турнирной таблице По итогам Романова 235 уже Набирает сумму Да Результат На который Все остальные Будут сейчас Равняться Так Санчес 125 килограммов Бог ты Не смогла взять На грудь Но здесь что в рывке Что в толчке Во втором упражнении Видно Недостаток Технической подготовленности А возможно Опыта Спортсменка молодая Если говорить о Самой стране Насколько там Сильна В Колумбии Штанга В Колумбии Сильная Школа Тяжелоатлетики В первую очередь Благодаря Советским И российским Тренерам Которые Регулярно Приезжали туда Передавать свой опыт В какие годы Это было В советское время Или уже в 90-е И в советское время И в 90-е годы Прям много Было людей Которые Знаю я Вот уезжали туда Чемпион мира Алексей Сидорович Медведев Первый Супертяж Чемпион мира Именно в тяжелой атлетике Проводил там Эксперименты С спортсменами Смотрел Как те или иные Виды нагрузки Влияют На изменение Работоспособности В институте физкультуры Вот помню Я учился Как раз Была работа Связанная С прыжками И колумбийцами Поэтому Это было Достаточно давно У колумбийцев Постоянно Попадают Спортсмены Спортсменки В призы Даже вот стоит отметить Что На чемпионате мира В категории До 69 килограмм В прошлом году Чемпионка мира Примерно в этой категории Как раньше Как раз была Колумбийка 69 килограмм Да Она будет выступать У нас В следующем весе До 76 Так что Традиции у них есть Вообще Если говорить О Латинской Америке Самая сильная страна Там штанги Какая Колумбия Колумбия Начали привозить Причем Вот в группу А У них в основном Попадают Женщины Мужчин Не наблюдал я А почему Скажем Та же Куба Которая Ну очень спортивная нация Наши специалисты С глубоких Советских времен Конечно Поставили там Технологии Серьезно Ну я вот знаю Про бокс Про единоборство Однозначно Со штангой Как-то Не встречают На прошлом чемпионате мира Был кубинец Даже по-моему Где-то к медалям Он подобрался В отдельном упражнении К сожалению Не вспомню В какой весовой категории А тогда Вы правы У них Был олимпийский чемпион Скажем так Последний Крайний 96-й год Бабло Лара Категория Тогда была 76 килограммов Мужчин Стал олимпийским чемпионом После этого Спортсмены не наблюдались Почему Не знаю Нет наверное Какого-то Человека Который бы Все это Двигал Продвигал Так следим У американки 128 Первый подход Не без труда Поднялась Фиксирует Не без труда Но и Это ее Практический Личный рекорд Вот смотрю Так Так Да На чемпионате мира Среди юниоров 121 килограмм Она поднимала Затем Были попытки На 127 Неудачные Сегодня Со 128 Сразу Начала И два подхода В запасе Представительница Швеции Патрисия Стрениус Такой же Вес будет Сейчас Толкать Смотрим Фиксирует Да По-прежнему Один из судей Зажигает Красный сигнал Уж не знаю Что он там видит Интересно Давайте посмотрим Еще раз В заметном повторе В первую очередь Обращаем внимание На локте Не знаю Что там можно было увидеть Стрениус Чемпионка Европы Напомню 131 Килограмм Ну вот сейчас Она Немало Самое большое Во второй попытке Не знаю У нее 129 Сейчас Заявленных Третий Да Это автоматически Добавляется Один килограмм Чтобы не затягивать Опять-таки Соревнования Спортсмен поднимает вес А мы автоматически Плюс килограмм А дальше уже по заявке А дальше есть У тренерского штаба 30 секунд Для того Чтобы внести Какие-то Изменения В большую сторону Перезаказать А еще на 1 килограмм На 5 Да Сколько хочешь Можно заказать Сразу много Допустим 140 А потом Перезаявить В нужный момент То есть Всего дается 2 перезаявки На каждый вес Уменьшение Или На каждый вес На каждый вес Да Можно два раза Поменять Тоже какая-то Тактическая борьба Может быть В этой связи Да Конечно Для этого и сделано Чтобы не было такого Что заявил И выходи Можно поиграться Чем кстати говоря Очень многие пользуются И Иногда Вполне Не безуспешно Эти заявки Они только в бумажном виде Или они Фиксируются Сразу же В электронном И соперники Видят Вот Иногда нам Показывают Столик В котором все это происходит Тренерский штаб Всегда пишет На бумаге Какой вес Заявляют И ставят Свою роспись Под это Ну я так подозреваю Для того чтобы Никто другой Не подошел И не Не перезаказал Чего-то Лишнего Лишнего 130 Роджерс Экс-тренер сборной Казахстана Алексей Ни Наверное Эталон Тренера Тактика Он Возле этого стола Можно сказать Находился все время Он смотрел Сканирует его Да До того как в базе Все это обновляется В электронном Вот Казахстан упомянули И Надежда Лихачева На помосте Ой-ой-ой Немножко Придушила ее штанга Да Вчера мы наблюдали На соревнованиях Когда Девушку Вот Штанга Придушила Конкретно Да Она с трудом В общем-то даже Ей помогали Спускаться Ну вот Похожа ситуация У Лихачевой Да Попыталась Даже скинуть Глоток кислорода Сделать Но вот К сожалению Не хватило Такое бывает Когда вес Приходится Подгонять Немножко Более легкую категорию Ну что Романова 130 Большой для нее вес На данный момент На чемпионате России 123 всего лишь Поднимала Держать 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 Ну должны Засчитываясь Молодец Ой молодец И вот чуть-чуть Эмоции Стали меняться Потому что После первого подхода Так она выходила Что Мне кажется У нее вот эта обида Еще сидела Безусловно За украденную По сути дела И медаль Романова Романова Поднимала На чемпионате Европы 2017 Года Которую она И выиграла И на чемпионате Мира 137 Так Смотрим На надежду И хочу Вот В этот раз Уверена И тоже Есть Зачетная сумма Которой Можно отталкиваться Но одна попытка Потеряна Уже меньше Возможностей Для какой-то Тактики И этим подходом Лихачева На первое место Выходит Романова Пока на втором месте Но вот еще двое Не начинали Соревноваться Ну здесь уже Так Примерно Понятна Тактика Лихачева Будет повторять Веса На которые Пойдет Романова А Романовой Нужно Пойти На такой вес Который Может поднять Который И сумму И медаль В этом движении Его обязательно Нужно поднимать Ну возможно Еще буду смотреть На остальных Соперниц Что они там Покажут И вот интересно Сейчас Значит у нас 133 133 Это американка И американка И сейчас Главный тренер Нашей команды Крупненко А шведка А шведка Первая идет Стрениус Свои стандартные 131 Вспоминаю чемпионат Европы Стрениус Немножко такой Выглядит Как будто Пару килограмм Лишних Набрала Все-таки Помню я Более такая Рельефная Выходила Поздравляем Поздравляем Да Молодец Это у нее Это у нее Третий подход Был Да Заключительный Набирает 131 Сума пока А ну суммы у нее В общем-то и нет Потому что Налевая оценка А ну да Она же у нас Не справилась В первом движении Так и сейчас Начнется Тоже вот эта тактика После Наступления Американки 132 Я давно не следил За штангой Раньше Просто такая Сухая магнезия Была В виде Ну пыли Порошка Сейчас Уже Давно Вот используют Вот такой Брусок Брусок Да Брусок Уже давно Он такой Более Экономичный Не так Много пыли Остается Эх как тяжело Ой-ой-ой Ну ждем Что скажут Судьи Так же Там-то все Красиво Было Ну и Пятило с краю Подиума Что опасно В общем-то Достаточно Очень тяжелое Вставание Прямо Очень тяжелое Ну уже Можно кстати Говорить О Своеобразной Школе Американской Вот Особенность Спортсменов С США В том В том Что Они После таких Тяжелых Вставаний Очень часто Фиксируют Вес Именно Вторая фаза Второй элемент Движения Толчок От груди В них Хорошо Поставлен А бывает Так Что Очень легко Спортсмен Берет штангу На грудь Встает И ничего Сделать Не может Но Американцев Если уж Встал То Высока Вероятность Что Над головой Она Взлетит Лидер Американской Команды Тоже 133 Вторая Попытка Хорошо Встает Ну и Четко Справляется И по Одной Попытке У американок Еще есть Явно Хотят Побороться За медали В отдельном Упражнении Это наверняка Романову Сейчас Вызовут На помост 133 Килограмма Вес Который Ей Предстоит Поднять Ну и Это Попытка На Суму Потому Что В толчке Романова Уже Сейчас Проигрывает Американке Которая Вес Подняла Американке Не получилось Провалилась Очень Низко В сет Американке Американке Радует Радует Одно Американке Соответственно Сейчас Элвайн Не рядит Сколько она 135 Ого Здесь самое главное Ей Попасть в отдачу То есть Сразу начать вставать Тогда есть Какие-то Американке Не смогла Вытащить Кстати говоря Американке Американке Сейчас Подходила На вес Равный Юниорскому Мировому Стандарту Как раз 135 килограммов В этом упражнении Рекорд Мира Среди юниоров Я думаю Даже в полу Борьбы На это Не обратили Внимание Может быть Можно было 136 Поставить Как дополнительный Стимул Использовать Ну а Среди Взрослых Спортсменок 147 Килограммов Стандарт В толчке И 261 Мировой Стандарт В сумме Соответственно Рекорд Мира 148 Килограммов Чтобы установить Нужно будет Спортсменкам Подходить Китаянка Пока затаилась Не делает Никаких Отменений Хотя Видно Что А зависит Наверное От этого Подхода От этого Подхода От подхода Лихачевой Если Они справятся Здесь 137 Можно ставить Начинать Кстати Мировой рекорд Первые же попытки Зал Взорвался Аплодисментами Кстати говоря Много зрителей На Чемпионате Мира Сара Ахмед Рекордсменка Мира Среди Юниорок Уже Сейчас И по сумме Она вышла В лидеры Так Лихачева Надежда 136 Как-то Сразу На первое место В сумме Попытка выйти Но было видно Что Не получится Торопилась Да Торопилась Боялась Что Опять Задушит Ее штанга Поэтому Сразу Начала Выполнять Второй элемент Да Но Тем не менее Тем не менее Лихачева У нас 242 Ну она И в тройке У нас Я думаю Гарантирован В тройке Просто Американка Идет на четвертом Месте Для того Чтобы в сумме Ей обойти Лихачеву Так Нужно будет Ну на 4 килограмм 137 идти Но она этого не делает 136 Она идет На 136 Килограммов И идет Она для того Чтобы Взять Медаль Медаль Да Она кстати говоря Пока на втором месте В толчке После выхода Китаянки Потенциально На третье место Опустится Да Жалко что Насте Не засчитали Попытку В рывке Да Могла бы Лихачеву Она по сумме Не обойти Если бы 113 Были засчитаны 243 Ну и В упражнении Тоже В рывке С медалью Была бы Медалью 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 Перемень Медалью Медалью нас остается смотря на втором месте и в общем-то никто ее и стройки уже вытолкнуть не сможет максимум на третье место она переместиться после хотя бы одной попытки китаянки так 140 ух ты серьезная заявка жанг не поднимала такие веса на национальных играх китая 136 первом подходе зафиксировал затем две попытки на 141 были неудачные сегодня на чемпионате мира она стартует с веса 140 ну значит они как бы понимают на что идут и этим же подходом она сразу себе и обеспечит медаль и в толчке и в сумме к сожалению для анастасия романова этой попытка она и лишилась лишила да и и бронзы сумме на 4 место сама китаянка набирает сумму 255 килограммов сара ахмед ей проигрывала в первом упражнении 4 килограмма соответственно на 5 больше должна поднимать если хочет именно побороться за титул чемпионки мира в сумме ну а пока это попытка взять медаль именно в толчке один килограмм добавлен тяжело вставала обходит она китаянку в этом упражнении уже с медалью ну вот с какой сейчас будет зависеть от оставшихся двух попыток да и еще тоже есть попытка но мне кажется вот сегодня это предел был для потому как она выполняла подход для смотрим спортсменка молодая и особенность как раз власти летних спортсменок что они могут выскануть до ждать что-то там от 27-летней спортсменки 29-летний уже не приходится редко кто-то прыгает выше головы а вот юниоры это другое дело здесь ориентироваться на ее прошлое до подходы смысла нет хотя в 2016 году сарахмет 143 килограмма в этом упражнении а это уже прошло два года там ей было 18 лет может может вполне китайские тренеры что-то у нас заявляют сколько 148 решили они пропустить вперед сарахмет здесь и понятно ахмет сейчас нужно идти 145 тогда она по сумме наберет 256 килограммов и будет обходить но нет сколько до 145 заявлено 148 это кто вписал нет это такой витиеватый автограф до тренера нет нет действительно да 148 не смогли китайские специалисты обмануть египтян да тактическая такая борьба получается подловили они египтяне на этом да ну да китайцы рассчитывали что пойдет сарахмет 145 попытались выйти в сумму они дальше просто снизит на 146 спокойно поднимут не станут обладателями всех золотых медалей в этой весовой категории теперь какая ситуация китаянки обязательно нужно поднимать вес если она сейчас не поднимет то у египта будет шанс а вес большой и это на один килограмм больше чем мировой стандарт и сейчас у нас попытка установить новый мировой рекорд так вот незаметно веса выросли гамкрат но локоточки сыграли локоточки сыграли защита на попытка новый мировой рекорд жан куан ли из китая ну у сара ахмет наверное только в отдельном упражнении остается шанс завоевать медаль золотую потому что в сумме нужно и на 4 килограмма больше то есть 152 какие-то конечно запредельные на сегодня цифры хотя в этих видео 152 китаянка вы его их правда эти 152 так написано по-китайски в виде иероглифов ждем 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 все закончились соревнования для вот эта тактическая борьба как не закончились китаянка китаянка будет да я имею ввиду да 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 интересно было мировой рекорд как они пытались подловить вот эту жан в англии и она справилась со сложной ситуацией очень правильное решение верно оценили свои силы нужно беречь спортсменку все-таки медаль чемпионата мира это медаль чемпионата мира но впереди олимпийские игры и конечно же такие высшие соревнования любого спортсмена в случае успеха и в толчке и сумме будут мировые рекорды еще раз вырезаешься правильно поступили египтяне что отказались даже если бы вдруг сарахмет подошла и подняла вес токи маянка подняла бы больше прекрасное выступление и новая фамилия новое лицо в этой весовой категории сразу вот так вот дебют и золото все золотые медали забирает китаянка с мировыми рекордами да удивительная конечно борьба была в концовке очень интересная очередной раз отметим сожаление для вот так вот так что работает это была 2 3 3 3 4 3 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 1 это было 3 45 х 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 8 9 9 9 9 9 10 10 9 10 9 9 10 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 15